Ишну Алла, как говорится. Многие сейчас скажут, что два года назад этот сюжет был актуален, но вот сейчас ты чего-то припозднился. А я скажу, что мне не хватает только этого ролика для полной коллекции видюшек по сюжету Battle for Azeroth. Да и вообще, не все, кто подписан на канал, играют в WoW, либо не играют за Альянс, им не пройти эту цепочку никогда. Более того, я и представить себе не мог, насколько бы Фа офигенное дополнение, если сравнивать его с Shadowlands. Но вот знаете все эти фразы про то, что раньше трава была зеленее? Я не знаю, как это работает, но пройдя сюжетную цепочку, которую вы увидите далее, побегав по локациям Култироса, я очень сильно кайфанул и захотел опять во все это поиграть. По крайней мере, в БФА был балдежный и понятный сюжет, как сериальчик. В общем, желаю вам приятного просмотра, возьмите себе что-нибудь покушать и наслаждайтесь балдежным сюжетом. Небольшая завязка сюжета. После того, как Альянс помог Култиросу, те не могли не присоединиться к его рядам. Но сделать это нужно было помпезно, поэтому Джайна придумала план. Построить офигенный корабль для Андуина и неожиданно подарить его. Для этого нужно было найти лучшего корабела во всем Култиросе. Но нам было известно только его имя, Дориан Этуотер. И наше путешествие начинается с визита к Сайрусу в гавань Баралуса. Я навоевался на две жизни вперед. Хм, Дориан Этуотер. Корабли этого мастера считались лучшими в те времена, когда ты служил моего отца. Ха-ха-ха-ха. Давно это было, Лорд Адмирал. Но имя очень знакомое. Я помогу с поисками. Но что, если этот загадочный корабел вам откажет? На случай подобных затруднений я подготовила письмо. Не забудьте взять его с собой. Так точно, Лорд Адмирал. За мной. Начнем поиски с Долины Штормов. Там строятся все наши корабли. Не время витать в облаках. Одна искра может сжечь весь мир. Через Бренадам, кто только не проходит. Очень может быть, что и наш корабел тут побывал. Расспроси местных. А я поговорю со Старым Баком. Он всех помнит. Раньше все было проще. Ты не знаешь, где живет Дориан Этуотер? Кто? А ты не знаешь? Я сама не видел, но говорят, что Этуотер может построить корабль за один день. Передашь привет от меня? Любая помощь нам пригодится. Море прокормит нас. Это же знаменитый корабел. Я точно слышал это имя. Ну а ты не знаешь, где живет Дориан Этуотер? О, конечно. Этуотер каждые пару дней проезжает здесь на своей повозке. Откуда-то с севера. Ну хоть может быть ты знаешь. Дориан Этуотер, знаменитый корабел, по чьим чертежам построили култировский флагман, высокий рост, недюжинная сила может построить судно без единой мозоли на руках. Понятия не имею, кто это. Сейчас бы чайку. Дориан. Ах, да. Когда я еду из форта Делин, мы иногда встречаемся по пути. Надеюсь, это поможет. Ё-моё. Корабел, что ли? Говорят, этого старого морского волка уже нет в живых. А ты не знаешь, где живет Дориан Этуотер? Ага. Этуотеры живут за городом, где-то в Мертвецкой Трясине, насколько я помню. Я там нечасто бываю. Старые кости соскучились по битве. Этот город просто кладезь слухов. Но зато мы сузили круг поиска. Дом Корабела должен быть где-то в Мертвецкой Трясине. Мне пора возвращаться в контору. Удачи! И не забудь про письмо. Письмо Лорд-Адмирала Дориан Этуотер. Мы не знакомы лично, но все мое детство прошло на борту построенных вами кораблей. Среди ваших творений флагман моего отца, побывавший во многих битвах в те времена, когда Верховный Адмирал Праудмур возглавлял флот Альянса. Это был корабль, достойный короля. По случаю возвращения Култироса в Альянс, я хочу сделать королю Андуину подарок. Новый боевой корабль. И прошу вас построить его. Нас всех ждет рассвет новой эры. И для меня будет честью встретить его на борту корабля, который построит Дориан Этуотер. Искренне ваша, Лорд-Адмирал Джайна Праудмур. Чем могу помочь? Это ты, Дориан Этуотер? Если понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Я? Море упаси. Дориан, это моя жена. Я еще не оглохла, между прочим. Корабела ищешь. Ну ищи дальше. Я отошла от дел. Давай быстрей. Это ты призвала элементарий? Я позвала, они пришли. От них куда больше проку, чем от двуногих. Значит, ты шаманка? А что такое шаманка? Ладно, забудь. Дориан неспешно читает письмо, ее брови ползут вверх. Насколько я понимаю, Лорд-Адмирал Култирского флота хочет, чтобы я снова взялась за работу и построила корабль не для кого-то там, а для самого короля Штормграда. Да, так о меня еще не просили. Дориан на мгновение откидывается в кресле и трет глаза. Я уже слишком стара для всего этого. Она тяжело вздыхает. Иди во двор и оседлай для меня урагана, а я пока соберу вещи. Встретимся в порту Туманных Приливов. Нам понадобится Эллинг. Не задерживай меня. Да, да. Ураган пасется за домом. Не беспокойся. На самом деле он довольно смирный. Обычно. Сэл! Где мои инструменты? На заднем дворе, дорогая. Кто лучший конь во всей долине? Ты лучший конь во всей долине. Ты знаешь, что делать, Сэл. Бери тележку и дуй к лесопилке. Только не лютуй, милая. В молодости я скрывала свои корабли от посторонних глаз из чистого тщеславия. Дело в том, что я их часто переделывала по несколько раз. До тех пор, пока меня все не устраивало. И мне не хотелось, чтобы кто-то об этом знал. Я думала, это нарушит, скажем так, атмосферу таинственности. А сейчас надо бы скрыть корабль от таких вот недоносков с щупальцами на мордах. Иначе вряд ли они будут спокойно смотреть, как мы строим судно. Отправляйся в порт и расставь мои обереги вокруг главного Эллинга. Увидишь, что произойдет. Я всю жизнь провела либо в море, либо на берегу. Мне кажется, до недавних пор я всегда одной ногой была в воде. Я знала, что есть вещи, которые лучше не трогать. И вот они здесь, в долине штормов, засели на Эллинге, который мне нужен, чтобы построить твой корабль. Надеюсь, мне не придется тебе объяснять, что делать. Так, Эллинг у нас есть, теперь нужна древесина. Много древесины. Единственная лесопилка, которая может в короткие сроки справиться с таким большим заказом, это лесопилка Алерксона рядом с Баралусом. Я в этом уверена, потому что не в первый раз с ним работаю. Встретимся на месте. Алерксон иногда нуждается в дополнительной мотивации. Это все? Так, мальчики, обустройте-ка нам все. Ну зачем ты все усложняешь, Мейнард? Эй, братья честная, кошель золота и пентуэля каждому, кто мне поможет. А ты говорила, они молодцы. Работать не захотят. Боюсь, покой не скоро вернется в наши земли. Раньше загрузимся, раньше уйдем. Несем, не роняем. Я со всем разберусь. Спинки ровно держим. День добрый. Ну-ну, пошевеливайтесь! Так а хватит, давайте за мной. Сел ждет нас на холме. Подъем вроде не слишком крутой. Несем, не роняем. Я со всем разберусь. Ай, кракен бы побрал этот лес. Ваше дело бревна таскать. Привет, тыковка. Надеюсь, эти здоровяки не доставили тебе проблем? Что ты, они мне очень помогли. Эм, дорогая. Чего такое? Древесина-то того. Проклято. Ты чего такой потный? Я не верю ни в призраков, ни в то, что они могут в кого-то или во что-то вселиться. Но с этой древесиной что-то не так. Я это нутром чую. Да и кости что-то ломит больше, чем обычно. Мне известны только одни ребята, которые смогут решить эту проблему. Они живут отшельниками, но что у нас общего, так это любовь к природе. Отыщи в Друстваре Терноманта-Березняка. Я могу доверить это дело только ему. А вот и гости с материкам. Терноманты долго боролись с таким колдовством. Это противостояние с Таро, как сами Друсты. Под влиянием гора Катула, однако, баланс сместился в сторону смерти и разложения. Из-за этого обычное проклятие оказалось куда более серьезным. Но, думаю, Ульфор может его снять. Отправляйся в Гол Кавау. Перебей наших противников, уничтож их Туры и собери их магическую сущность в этот оберег. Возможно, с ее помощью Ульфор сможет очистить твою древесину. Поможешь мне добраться до Верховного Терноманта? Конечно, запрыгивай. Какая жуткая магия в твоем обереге. Аж мурашки по шкуре. Ульфор разберется, что с ним делать. Надеюсь. Теперь держись крепче. Дорожка тут та еще. Тебя Дориан прислала, так? Всегда хотел встретиться с ней. Терноманты рассказывают интересные истории. Например, о том, как они с Ульфором познакомились. Отличная байка. Хотя мне, наверное, не следует об этом говорить. Я все пытаюсь убедить Ульфора, что для этих гор нам нужен облик козла. Но он сразу заводит что-то про приличие, и я перестаю слушать. Только вниз не смотри. Почти приехали. Ульфору, привет. Помни, Абалай. Сила, заключенная в обереге, противостоит самой жизни. Значит, жизни нужно помочь. Земля щедра и сильна. Ее сердце бьется под нами. Баланс непросто изменить. Но там, где есть смерть, всегда будет и жизнь. Как безгранично море, так вечен и этот цикл. Ему подвластны все. Сгинь, нечистая магия. Ах, цикл продолжается. Бейбы, я очистил этот образец от порчи. Терноманты отправятся в долину штормов и снимут проклятие со всей древесины. Как оно там, на материке? Ох, как же я рада тебя видеть. Я думала, это чудовище меня живьем сожрет. Тебя, видно, Дориан за рудой прислала. Недавно я получила от нее довольно крупный заказ. Учитывая то, в каком состоянии здесь все находится, выполнить его, скажем прямо, будет нелегко. Я шла на склад, когда на меня напал этот... Зверь. Он унес мои ключи, без них я не смогу отправить заказ. Выясни, куда эта тварь их утащила и верни. И знай, будь это кто-то другой, я бы и пальцем не пошевелила. Это земля проклята. Плетеный зверь легонько тыкается мордой в труп собаки. Он с надеждой виляет костяным хвостом. Ау! Он шел за тобой! Но с чего ему... Не знаю, как и почему, но я ее узнаю. Челси поспешно утирает слезу. Принцесса? Неужели это ты? Клянусь волнами, это и вправду ты! Спасибо тебе, герой! Спасибо огромное! К вечеру управимся. Или раньше. Если мне мешать не будут. Так быстро? Как это возможно? Я предпочитаю не раскрывать свои секреты, лорд-адмирал. Вы уж простите ее, мэм. Она просто стесняется. Молочка парного не хотите? Да. Спасибо. Наш путь не будет легким. Чем дом Праудморов может тебе помочь? Джайна просила поговорить с тобой. Ты тоже слышишь голос моря? Да, я как раз думал о ее поручении. Есть те, кого бы я хотел видеть в команде, но не всех из них будет легко убедить. Без жреца моря корабль из порта не выйдет. А лучший жрец – это брат Пайк. Он сейчас здесь, в Баралусе. В канониры я возьму только лейтенанта Тарренфолда. Думаю, он все еще несет службу в дозорном холме. Остальных наберем в лагере вольных гарпунщиков. Там и встретимся. Слушаю. Тандред Праудмор ищет жреца моря себе в команду. Что скажешь? Не время сдавать. Признаться, я слишком давно не выходил в море. Жрецы моря запятнали свое имя. Может, я смогу это исправить. И потом, как же я откажу брату лорд-адмирала? День добрый! Тандред Праудмор ищет канониры себе в команду. Что скажешь? А кто же будет охранять врата? Вы, сэр, уже которую неделю разве что по попугаям стреляете. Мы вполне справимся с обороной города. Хм, и то верно. Ну что ж, ребятки, похоже, я ухожу в плавание. День доброго. Так ты хочешь сказать, что мы сможем отомстить Орде? Ну, полагаю, что да. С этого бы и начинал, капитан. Прекрасно! О лучшей команде я и мечтать не мог. Собирайтесь и за мной! Есть у меня еще кое-кто на примете. Как поговоришь со всеми, встретимся в порту Туманных Приливов. Покажешь мне ботсмана опытнее, возьму его. Ты хотела лучших? Ты и есть лучшая. Не задерживай меня. Я отошла от дел. Только взгляни на него. Ты построила этот прекрасный корабль и не хочешь выйти на нем в море? Ты, я так понимаю, не отстанешь. И не подумаю. Я присмотрю за домом, дорогая. Давай, развеешься хоть. Ладно. Но ты у меня наслушаешься за каждую царапину. Я помню. Какому кораблю нужно достойное имя? Есть идеи? Гнев Андуина. Орда будет в ужасе. Вестник Рассвета хорошо подойдет. У Альянса лев на гербе. Может, львиное сердце? Песнь Тифин. Очень красиво, мама. Достойные варианты. Выбор за тобой. Обуздай свою силу. Иначе она поработит тебя. Песнь Тифин. Превосходно. Брат Пайк, окажете нам честь. Штормы небесные! Волны морские! Вдохните жизнь в эти паруса! Защитите нас от коварных вод! Един этот корабль с океаном! И доедины мы станем с ним! Море к морю! Шторм к шторму! Волна к волне! Когда вы предложили встретиться в порту, я ждал чего угодно. Но это просто невероятно! Когда-то Кул Тирос и Альянс связывала крепкая дружба. Теперь эти времена наконец-то возвращаются. Ваша щедрость безгранична, лорд-адмирал. Как его назвали? Песнь Тифин. О, Джайна. Кул Тирос с гордостью передает Альянсу этот корабль вместе с командой. Благодарю вас. Добро пожаловать в Альянс. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Как вам такой замечательный сюжетец? Напишите о своих впечатлениях в комментариях. Ну а для вас, как всегда, был рад стараться Лунный Монах. Ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Подписывайтесь на канал. Новое видео уже скоро. Это просто нечто. Почему рабочие бегут, когда они должны собирать эти штуки? Это же можно такой куш сорвать.